И так, ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать и плетать на ракете. У микрофона, как всегда, ваш покожий слуга Мамору, и это Майнкрафт Марс. И, по-моему, на прошлой части мы с вами остановились не на самом благоприятном моменте. Именно с драконом у нас что-то там не получалось, с чешуйками. А именно у нас чешуйки, а вернее дроп чешуи, как-то не очень благоприятно рос. Как минимум, я уже попытался разобраться проблемой за кадром. Я поубивал еще драконов, и просто мне выпало с одного из этих драконов 15 этих чешуек. Как раз, которые нам нужны для крафта этой суперской брони. Не знав, что такое вообще можно, и просто есть шанс то, что нам выпадет сразу много, я подстраховался и сделал небольшой форс-мажорной ситуацией. А именно, добавил крафт из одной чешуи другую, и из другой чешуи эту. На всякий случай, вдруг что? Просто теперь это в файлах игры есть, если какие-то проблемы будут, то теперь это без проблем у нас конвертируется. Я думаю, что это не слишком как-то читерно и, в принципе, в порядке вещей. Но в любом случае, я благодарен судьбе, что мне повезло, и у меня есть достаточное количество этих чешуек для того, чтобы скрафтить броню. Чисплейт, штаны, топошки и шлемасик. У нее, в принципе, я вижу то, что есть по 2000, да, по 3000 прочности. По-моему, это как-то будет маловато. Не знаю, получится ли это вообще зачаровать, и можно ли это вообще сделать. Предыдущая у меня броня уже давно прилет на полке, и мне будет очень интересно испытать эту броню в деле, которую мы сейчас надели. Чисто ради эксперимента эту броню еще можно зачаровать. Я думаю, если нас как-то сильно мобы будут пробивать, то мы обязательно этим займемся. Ну а теперь мы идем сначала в обычный мир. И здесь у нас уже практически все порталы из мода дивана готовы, и нам нужно отправляться в новые измерения. Берем часы, зажигаем портал. Вот это измерение, насколько я помню, оно либо предпоследнее, либо последнее. И очень будет интересно, что же будет дальше. Здравствуй, новый мир. Какое-то все слишком белое. По-моему, все-таки это предпоследний мир. Ага, много слишком монстрюк здесь, причем больно кусающихся. Здравствуйте. Пойдемте исследовать. Тут даже кусты норовят ударить. Офигеть. Двуголовый чел. Ты не агрессивный, да? Ну ладно. Все-таки не хочется тебя убивать, но ладно, давай. Деремся. Либо ты слишком слабый, либо что-то еще, но ладно. С тебя падают души. Из этих душ, в принципе, крафтятся обычные вещи для дивана. Но посмотрите, из них еще крафтятся какие-то блоки. С помощью сердец. То есть в этом измерении тоже есть босс, который нужен для перехода в новые измерения. Хорошо. Давайте путешествовать тогда с целью нахождения этого самого босса. Но меня очень сильно пугает то, что вот эти вот мобы вообще никак на меня не реагируют. Это очень странно. Реагируют только вот эти вот летающие глаза. Из которых падает тоже душа. Ладно. Мы же тебя видели. Ты, по-моему, был в другом измерении. И, по-моему, ты вообще похож на босса с самого первого измерения отсюда. Ты хорош меня дубать. Меня очень сильно беспокоит то, что они очень сильно откидывают. Наверное, единственная проблема, которую они создают. Они просто тупо откидывают. Это некомфортно, на самом деле, в таком варианте с ними сражаться. Стоп. Это портал уже? Нет. Просто сундук. Костяной сундук. Костяное сооружение. Допустим. Ладно. Очень странно. Идем дальше. Кайзерн Чанг нужен для призыва босса. Вот эта вот структура и есть призывалка для босса. Очень странно. Сейчас мы надобудим себе немножечко ресурсов. Попробуем облагородить в первую очередь себе арену. Потому что я помню предыдущие опыты. Мне не хочется его повторять. И будем пытаться сейчас убить этого босса. Я думаю, мне хватит того количества Чангов, которые я здесь нафармился. И если вдруг что, то этот фарм мы сможем в любой момент продолжить. Я очень сильно надеюсь, что это не опять летающий босс. Я честно не знаю, что представляет из себя этот босяра. Поэтому будем пытаться действовать каким-то вот таким вот чудным образом. Я забываю то, что у меня окно крафта с недавних пор есть. В обычном интерьере мне не нужно крафтить верстак здесь себе. Поэтому мы просто крафтим два Чанга. И призываем своего первого босса. А какой-то Кори будет призываться, да? Ага, не летающий. Привет, давай сражаться. Но по сравнению с предыдущими боссами, такое себе на самом деле. Если бы у меня не было летающего костюма, тогда да, были бы проблемы. А так... Так, самое сложное тебя сейчас убить, да? Чтобы всё не упало в пропасть. Постарайся умереть, пожалуйста. Просто... Нет! Сопака! Аааа... Ну что за... Обожаю ситуацию, когда всё падает в пропасть и сгорает. Просто так просран Чанг. Да, классно, спасибо. На самом деле, можно было бы создать здесь какую-нибудь коробку, для того, чтобы босс никуда не улетал и было бы проще его убивать. Но камон! Зачем? Он не так сложно как-то убивается, чтобы как-то с ним париться. Просто за ним летаешь и тыкаешь его мечом. Очень увлекательный фатинг. Ну, на этот раз хотя бы над землёй он умер. Уже радует. Два сердца. Статуя. Блиц какой-то. Я так понимаю, что-то типа посоха. И всё. Ну, то есть мне предстоит сейчас очередной фарм. Поздравьте меня, ребята! Ура! Как я этому сильно рад. Приступаем! А это что-то новенькое. Привет, голем. А, я думал, что-то мне какая-то ачивка выдалась, а это просто у меня медь прокачался. Ну, тоже неплохо. Но если честно, я расскажу то, что, по-моему, эта броня гораздо, гораздо лучше, чем моя предыдущая. Как минимум, потому что она держит дамаг. Но хотя я честно признаюсь, что это сравнение не особо субъективно. Ведь в предыдущих измерениях меня брали числом, а тут я еле каких-то этих самеков нахожу на квадратный километр. Километр, 2-3 штуки, то нет по факту ни о чем. Но это и как бы измерение пожёстче должно быть. Хотя по факту не особо. Я вроде накопил хотя бы маленькое количество этих эссенсин. И нужно будет сейчас нам попробовать вместе с вами убить ещё двух боссов. Надеюсь, что двух хотя бы хватит. Самое сложное, я вам скажу так. Убить этого босса над землёй, чтобы босс не провалился никуда. Одно сердце выпало с него? Серьёзно, одно? Такими темпами нам слишком много придётся убить таких боссов. Ещё один босс позади. И с него три хотя бы сердца выпало. Уже неплохо. Мне нужно сейчас надеяться, что со следующего босса выпадет сразу четыре сердца. Но, зная уровень своего везения, это практически невозможно. И ещё один босс повержен. По-моему, я приноровчился их убивать. И осталось два сердца. Ой, здрасте. Почему вы жёстче оказываетесь, чем босс ваш, а? Что за медленность? Алё. Как это получается, что рядовые противники оказываются сильнее, чем их босс? Ну да, хотя и эти особым умом не блещут. Будем надеяться, что сейчас вот с какого там по счёту босса выпадет нужное количество. Всего два сердца осталось, пожалуйста, дай мне их. Так, повержен? О, я видел. Я видел то, что в стаке их больше, чем 2. Нам выпало 3 с босса. Офигенно. Нужно еще немножечко подфармить, я думаю, душ. Хотя бы до полутора стаков. И можно будет отправляться домой. А вот мы и дома. После такого гринда очень-очень радует меня то, что я возвращаюсь в родные места. С броней у меня очень все туго, конечно. Но ничего, я думаю, сейчас мы ее починим. С недавних пор я сделал себе такую небольшую систему, которая автоматически будет чинить все предметы, которые попадают нам вот сюда. Так вот, сейчас мы с вами занимаемся крафтом непосредственно вот этих вот блоков. 10 блоков есть, но я, пожалуй, немножко на опережение. Как раз у меня хватает ресурсов, скрафчу на 1 блок больше. Для традиции, для размещения вот этой вот статуи Кори. У меня вот здесь вот есть как бы боссы, но как бы и не боссы. Вот здесь вот идеальное для него местечко. Потом нормальное нужно будет сделать вот это вот трофейное место для всех наших боссов. Дожидаемся, когда у нас скрафтится полностью броня. Вернее, когда она полностью зарядится. Вся броня у меня успешно починена. Я только сейчас впервые надел ее таким образом, чтобы видеть. Выглядит это устрашающе, я вам так скажу. Но мы не отвлекаемся и идем ставить последний портал в последнее измерение из дивана. Зажигаем этот портал. И если я все правильно понимаю, то вот этот вот портал, именно он, является самым последним в этом моде. Именно из линейки порталов. Это очень нужное уточнение, и к нему мы вернемся чуть позже. Сейчас мне, в принципе, нужно побольше еды, но у меня тут есть запасы. Броня починена, все у нас есть, и вперед! Да-да-да-да-да-дам! Здравствуйте! Темное измерение. Конечно, очень здесь темно, но как бы и пофиг особо-то нам. Единственное, что мне не пофиг, почему я до сих пор здесь не вижу ни одного босса, ни одного моба. Так, а вот дерево, кстати, я, пожалуй, добуду, оно мне пригодится чуть позже. Ага, здрасте! Вон и мобы подъехали. Так, тут жидкость какая-то. Это нефть? По сексуле нефть. Ой, горим, вода тушит эту штуку, и получается асфальт, ну то есть это реально нефть какая-то. Блок, я так понимаю, это чисто черный. Ну, допустим, это для декорации его использовать только. Но неважно, нам интересны именно вот эти вот манстрюги. Вы жесткие, я вам так скажу. С вас падают, значит, вот эти вот самые души, да? Из них создаются, в принципе, те же самые гемы. Из гемов создаются, в принципе, те же самые чанки. А из чанков очень много чего интересного делается. Например, щит. Самая топовая кирка, самый топовый фазер. Хорошо, я хочу себе сделать этот фазер. Такая себе броня. Лук. Тоже, в принципе, прикольный, я бы тоже его себе скрафтил. И вот тот самый топовый меч на 33 дамага. Для справки, мой меч на 24 дамага. То есть практически на 10 единиц больше. Но для того, чтобы все это себе заполучить, мне нужно немножечко пофармить. Какие выживучие. Что это такое? Бегемот? Акула? Что это такое? Я не знаю, как тебя охарактеризовать. Буду называть тебя табуреткой. Эти табуреточки, на самом деле, очень жесткие, если так подумать. Еще телевизоры какие-то здесь обитают. Которые очень медленные, такие же, как табуретки. Но, тем не менее, они также очень сильно бьются. И очень слабо пробиваются. Я, вроде, примерно количество накопил этих гемов. Фазер этот мы с вами получаем. А, что? Серьезно? И это Фазер? Я очень сильно боялся того, что я разочаруюсь. И я разочарован. Что это такое? Ну, ладно. Да, ну, наносит он 26 урона. Но у меня меч только же наносит. Какой от него прикол? Бивать боссов через него? Может, зачаровать его получит. На скорость как-то. Не знаю. Но пока эта вещь, честно, я скажу, бесполезная. Оказывается, ребят, это просто что-то с чем-то. Я, значит, здесь вот в течение двух часов летаю, ищу призывалку боссов. По той же аналогии, что были в предыдущих измерениях. Но что оказывается, когда я захожу на Вики. А и оказывается, что сердца, которые падают с боссов вот этих вот близнецов. И они вызываются кристаллами. Которые крафтятся из вот этих вот душ, конечно же. Но, тем не менее. Зачем поломали систему? Как так может быть? И что мне теперь делать? Зачем я фармил все? Я, конечно, все понимаю, но, блин. Написали бы, хотя бы табличку повесили в это измерение. То, что надо вызывать с помощью кристаллов. Не летайте здесь пару часов. Это пустая трата времени. В любом случае, отправляемся домой. Потому что у нас все ресурсы, в любом случае, они уже дома. И там мы уже с крафтим призывалку. Вот призывалка кристалла Денсоса. У меня все есть, кроме базового кристалла. Но и он у меня есть. Так, давайте сделаем на всякий случай парочку. И две призывалки этого Денсоса у меня есть. Супер. Насколько я знаю, этот босс достаточно сильный. Так что надо к нему сейчас серьезно подготовиться. Серьезно сейчас заняться починкой этой всей брони. И только тогда можно будет идти к нему призывать. А также я полазил по Гикипедии. И оказывается, что в этом моде есть у меня еще парочка измерений. В которых мы с вами не побывали. Здесь есть три дополнительных измерения. Которые были добавлены где-то после релиза. По Сике мы уже с вами были. Мы с вами изучали. Это то самое снежное измерение. А вот подземелья Арканы и Витея мы там не были. И это достаточно интересная вещь. Которую я пожалуй оставлю на следующую серию. Браня починена. Яблочки в руке. Босс в кристалле. Привет. А, два босса. Да, ладно. Добылись. Вперед сражаться. Специально я не создавал никаких коробок для него. Чтобы сражение было более-менее честным. Да, он мне сносит что-то. И причем достаточно серьезно мне наносит удары. Но по полтора сердца это ни о чем. Если честно. С условием то, что мы его можем вот так вот встать. Леголаса. Мне выпала ачивка. Замечательно. Хорошо. Так. Остался Денсус. И его мы тоже без проблем особо убиваем. Очень простые боссы. Зря я сделал еще один кристалл. Ведь по факту мне выпало с этих двух боссов уже 10 сердец. А мне по факту нужно было всего 3. Что добро пропадать. Призывалка все равно есть. Давайте еще одного босса на всякий случай убьем. Нам выпал такой же комплект брони. Еще статуи с этих боссов. И все по факту. Да. Ничего особо интересного с них не выпало к сожалению. Отправляемся домой. Размещаем статуи этих боссов. Создаем парочку мортен блоков. А вернее 3 штучки. И создаем неявного вида кровать. И насколько мне известно вот эта вот кровать. Является порталом мир снов. В одной из самых последних в этом моде. В моде Дивайн РПГ. И что самое замечательное в этом измерении. Так как мы по факту находимся во сне. Не сохраняется весь санитарь. И нам придется начинать там развитие с самого начала. Это и будет самое интересное. Но я пожалуй думаю то что этим мы займемся уже в следующей серии. Нам предстоит изучить мир снов. А также самое последнее и финальное измерение из мода Дивайн РПГ. Ну и тогда в этом случае на этом все. Всем спасибо что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш покажу слуга Мамору. Еще услышимся.